Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. В недавнем видео, которое я выпустила, речь шла о лайфхаке «Самая обычная тушь для ресниц на брови». Сегодня у меня такой макияж. Одна бровь несколько интенсивнее другой, но я же называется... давно не использовала этот лайфхак. И этот лайфхак, такой макияж, кто-то тут летает или что-то тут летает, он поможет вам, в общем-то, накрасить только брови, что называется, вперед. Ни ресницы, ни губы при этом красить не стоит, потому что брови уже очень-очень явные. Итак, я очень люблю, в последнее время продвигаю прямо-таки на своем канале, как когда-то и до сих пор продвигаю красные ногти на каждый день, красную помаду на каждый день. Мне очень нравится концепция «шоп-ио-глозы», то есть пойти в собственную гардеробную, к собственным полкам подойти и, что называется, прикупить там всего много красивого и модного. Те трюки, о которых пойдет сегодня речь, помогут вам носить вашу привычную одежду, скорее всего, та одежда, которая пойдет речь наверняка имеется в гардеробе у каждой, кто посмотрит это видео. И при помощи вот таких трюков вы сможете, на самом деле, по-новому носить вашу привычную одежду. И первый трюк, который я хочу представить вашему вниманию, это пиджак, который мы носим запахивая, не застегивая. На мне двухбордный пиджак, но, в принципе, однобордный пиджак, если вы очень-очень худая, либо похудели, как я в последнее время, для этого видео у меня была большая сложность подобрать пояс, потому что все пояса большие, нужно колоть новые отверстия. И могу сказать, что если вы просто запахнете ваш пиджак на манер халата и туго затянете поясом, но желательно, желательно все-таки какую-нибудь шелковую майку, красивую шелковую ток надеть, все-таки на случай, если пиджак будет распахиваться, если вы запахнетесь и туго перевяжете поясом, это может быть лента, лента пояс, либо это может быть, как в моем случае, кожаный ремень. И, кстати, вот такой лайфхак, родившийся на ходу, если вам нужен широкий пояс, но вы не можете найти пояс нужного вам цвета, вы можете взять два тонких пояса, как сделала я для этого видео, потому что, ну, на самом деле, все пояса, которые у меня имеются после моего гречневого марафона, последнего, по всей видимости, мне очень-очень велики. В итоге я вышла из этой ситуации при помощи двух тонких поясов, но один пояс, как вы видите, он все равно еще велик, вот этот хорошо, а этот велик. Но, тем не менее, надев два маленьких пояса, посмотрите, как может неплохо все это смотреться. Итак, вот такая простая конструкция, вы запахиваете, вы запахиваете ваш пиджак, не застегивая, утягиваете ремнем, поясом, лентой, чем угодно, и, что называется, вперед. Следующий трюк – носить очень красиво и стильно пиджак. Также речь идет о пиджаке мужского типа. Чем более мускулинный будет пиджак, тем большего эффекта вы добьетесь при помощи вот такого простого трюка – носите пиджак на голое тело. Да, пиджак хорошо смотрится с водолазкой, да, пиджак, конечно, смотрится с самой обычной шелковой блузкой, либо шелковой рубашкой, либо обычной белой хлопковой рубашкой. Все это тоже очень стильно, но пиджак на голое тело, возможно, это именно то, что требуется по весне, когда мы спешим раздеться, потому что долгое-долгое время мы находились в холоде, и нам хочется выглядеть особенно женственно, сексуально и красиво. Следующий способ носить красиво привычную одежду – это добавить к любой компоновке, вот любой, которую вы только себе можете представить, самый обычный свитшот. Свитшот – это вещь, которая очень у вас требована сейчас, она очень хорошо воспринимается визуально. Если раньше самый обычный спортивный свитшот – это может быть худи, может быть даже, не знаю, как называется, толстовка с зип-застежкой, но лучше всего брать вот прямо-таки без капюшона и без зип-застежки свитшот. Если раньше свитшот с определенными вещами, например, с зипкой карандашом воспринимался необычно и странно, возможно, в некоторых регионах, в некоторых городах до сих пор так будет, недолгое время, правда, то сейчас, могу совершенно точно сказать, свитшот смотрится очень и очень уместно. Он может смотреться уместно без спортивных надписей, например, даже в самом обычном, не очень строгом все-таки дресс-коде. Обратите внимание на свитшот, купите самый обычный, базовый, темный, темного цвета, желательно все-таки черный свитшот и посмотрите. И носите его, прежде всего, вместо самого обычного свитера, который мы использовали раньше в подобных же компоновках, подобных же ансамблях. Еще один способ красиво носить свитшот, если он у вас имеется, добавить к свитшоту каблуки. Это значит, что любая компоновка со свитшотом, это может быть юбка, может быть платье, которое выглядывает, может быть мини-юбка, могут быть шорты, но надетый свитшот плюс каблук, каблук в этом случае лучше выбирать все-таки толстый, потому что таким образом он будет лучше смотреться со спортивным верхом, со свитшотом, но и тонкая шпилька, допустим, если вы компонуете свитшот и летящее платье, тоже будет смотреться очень хорошо. Поэтому следующий способ, следующий стильный трюк, это носить свитшот и каблук. Это очень и очень неожиданно, это очень-очень красиво, но это очень-очень современное модерно, потому что, повторюсь, сейчас свитшоты, они везде, их очень много на витринах, их очень и очень много на стритстайлерах. Еще один способ, который мне очень нравится, который я часто использую в повседневной жизни, и вы увидите, насколько он поднимает действительно любой ансамбль на другой статистический уровень, это носить свитшот и самую обычную рубашку. В моем случае яркая рубашка, я взяла ее для того, чтобы было больше, как была больше контрастность для видео, но самая обычная белая, светлая, голубая рубашка из хлопка вам подойдет, рубашка не обязательно должна быть из шелка, но если она будет из шелка, контраст будет еще больше. Свитшот, он спортивный, рубашка из шелка, она более классическая, более женственная, посмотрите, померите, это очень и очень красивый микс. Вы можете приподнимать рукава, как делаю я на видео, можете этого не делать, вы можете заправлять свитшот на манер самого обычного свитера мужского, либо того, который у вас уже имеется в гардеробе, но посмотрите, свитшот, когда выглядывает как раз-таки воротничок, приобретает совершенно другое звучание, в особенности, если на свитшоте есть спортивная надпись. Вот здесь я бы спортивную надпись порекомендовала, явно спортивную надпись, плюс самая обычная рубашка, шелковая, либо хлопковая. Но я также когда-то, возможно, по прошлой весне показывала, что свитшот очень хорошо смотрится с блузой, которая имеет бант. Но у меня, например, в гардеробе блуза с бантом не прижилась, потому что она создает мне какой-то лишний объем. Но тем не менее, блуза с бантом плюс свитшот – это тоже очень красиво. Это гораздо более, на мой взгляд, красиво и носимо, чем блуза с бантом и такого же плана, как свитшот, но только черный свитер. Также еще очень красивый способ и необычный носить вашу привычную одежду – это рубашка плюс рубашка. Имейте в виду, что рубашка на рубашку хорошо смотрится, когда нижняя рубашка практически наглухо застегнута. В то время как верхнюю рубашку вы можете носить наподобие джинсовой куртки, либо просто куртки, просто верхней одежды. Вы можете заправить, можете завязать. На самом деле здесь полет фантазии вашей ничем не должен быть ограничен. Это действительно воплощение концепции Shop Your Closet. Если вы возьмете две рубашки и начнете их примерять, возьмите, допустим, светло-голубую и белую рубашку, скорее всего, именно такие рубашки имеются в большинстве из нас в гардеробе, вы поймете, какое огромное количество в классных комплектах вы сможете составить как с юбкой, так и с брюками, но также и с джинсами. Меряйте и выбирайте то, что вам больше нравится. Единственное, что от себя хочу добавить, что если вы поверх вашей достаточно узкой рубашки наденете мужскую рубашку, это тоже будет очень красиво, потому что мужская рубашка хорошо смотрится на нас, когда она спущена с плеч и образуется глубокое декольте. Это глубокое декольте не всем комфортно носить, если у нас снизу ничего не имеется, либо просто даже мы надеваем топ шелковый на брителях. Все равно не всегда, не всем это будет комфортно. И также это не всегда и везде будет уместно. В то время как даже для дресс-кодовых компоновок мы можем использовать вот такой стильный прием. Рубашка на рубашку. Возможно, рубашка женская, плюс рубашка мужская подойдут также вам и для дресс-кодового гардероба. Ну и последний момент, который я уже просто не успевала на себе заснять, но часто обращала внимание своих зрительниц, прежде всего на обзоре витрин. Max Mara Weekend очень часто использует этот способ. Это самая обычная рубашка, плюс водолазка. Если вы так же, как и я, не любите водолазку, вы можете взять тонкий свитер с круглым горлом. Вырез должен быть достаточно маленьким, то есть свитер должен достаточно плотно прилегать непосредственно к основанию шеи. И вы можете составить подобный комплект, потому что суть этого комплекта это прежде всего контрастность, либо тон в тон. Очень хорошо смотрится черная водолазка, либо черный джемпер, плюс белая рубашка. Внимание, рубашка в таком случае должна быть достаточно плотной, чтобы черный цвет не просвечивался через тонкую ткань рубашки. Тогда рубашка будет смотреться белоснежной, тогда будет большая контрастность между черной водолазкой, либо черным джемпером и белой рубашкой. Но вы также можете составить комплект тон в тон. Например, темно-синяя рубашка и темно-синяя водолазка, либо темно-синий джемпер. Это тоже может смотреться очень красиво. Также розовая рубашка, плюс розовые джемперы. Розовую водолазку все-таки сложно найти, розовый джемпер, несколько проще. Голубая рубашка плюс голубой джемпер, это тоже очень-очень красиво. При этом в двух последних случаях цвета между джемпером и рубашкой могут быть разной интенсивности. Поверьте мне, это будет очень красиво. Также еще один очень стильный способ носить пиджак плюс... Вообще комбинация пиджак плюс ремень, даже если пиджак мы застегиваем классическим образом, это может быть двубортный пиджак, либо однобортный пиджак, это очень красиво. Но я могу себе представить, что такой способ подойдет все-таки достаточно худым женщинам. Пожалуйста, используйте этот способ если вы носите сверху верхнюю одежду. Любую верхнюю одежду, которую вы надеваете, вы можете компоновать вот таким образом пиджак плюс ремень и плюс верхняя одежда. Конечно же, расстегнутая. Расстегнутая верхняя одежда будет создавать вам вертикальную полосу. Будет видно этот стильный и очень классный прием. То есть пиджак плюс ремень, возможно, два ремня тонких, это тоже очень-очень красиво. Вы можете набросить верхнюю одежду на плечи, вы можете надеть ее так, как и нужно носить верхнюю одежду. Поверьте Этот способ очень-очень красивый, подойдет вам прежде всего, если вы не планируете где-то раздеваться. Но я могу сказать, что до тех пор, пока я не похудела, я часто такой способ все-таки использовала. Просто в тот момент, когда мне приходилось снимать верхнюю одежду, я также снимала и ремень, который надевала по верху джемпера. Я очень любила носить ремень джемпером, но не могла долгое время себе позволить, потому что была классическим яблоком. Но такой трюк все-таки позволяет носить вам любимый ваш аксессуар, ремень, если он у вас имеется. Ну что ж, вот такие легкие лайфхаки, вот такие легкие способы носить ваши привычные вещи. На этом с вами прощаюсь, это была Яна Скорцова, всем пока-пока.